Картина «Девочка в зеленом платье» теперь достояние Ивановского художественного музея. Эту работу кисти выдающегося советского художника Александра Лабаса учреждению преподнес в подарок Фонд Возрождения Традиций. Мы рассматривали порядка 100 музеев в нашей стране, причем это были разные музеи. И музеи живописи, и краеведческие музеи, и большие, и крупные. Совершенно разные по своей направленности и фактуре коллекции. Мы остановились именно на Ивановском музее в силу некоторых причин. В первую очередь, это очень сильная коллекция самого музея. Вторая, и, пожалуй, для нас одна из наиболее значимых, это признание. Признание команды, тех профессионалов и энтузиастов музейного дела, которые работают в Ивановском музее. О картине Лабаса в нашем музее мечтали давно, так как в коллекции уже есть две работы этого советского художника. На выставке девочки в зеленом платье нашли достойное окружение. В экспозиции представили другие, не менее интересные предметы искусства, которые в течение последних 30 лет появились в коллекции музея за счет дарителей. Поступило более 10 тысяч предметов в музейную коллекцию. Ну, нужно понимать, что все-таки это не только живопись и графика. То есть такое количество, оно набирается, например, из фонда археологии, который очень активно выполнялся в эти годы. Это и графика, в том числе, например, колоды карт, авторские колоды, которые тоже дают такую значительную цифру. Это скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства. То есть, в общем-то, практически все основные коллекции, основные фондовые направления работы музея, они пополнялись в эти годы. И выставка у нас от этого получилась тоже очень разнообразной. Традиции выставлять на показ новые поступления от друзей уже почти 10 лет. Если обычно здесь ограничивались небольшой экспозиции под названием «Приношу в дар музея», то на этот раз выставка развернулась сразу на несколько залов. Ивольф Почерников, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.